Я бы вообще никогда не обращал внимания на эти его моменты. С его гулянки, с девушками, его сюсюканье со своей семьёй, со своей женой, кормление с ложечки. Я бы никогда на эти вещи не обратил бы внимания. Пускай сходит с ума как хочет. Тумсо, ты мой враг и враг России. Почему тобой не занимается ФСБ? Так как они ещё должны мной заниматься? Уголовное дело есть. Винтерпол пытаются подать, вернуть меня в Россию, наказать пытаются. Как они ещё должны мной заниматься? Тумсо, вакцинацию тебе сделали или нет? Срочно отвечаю. Нет, я антиваксёр. Я не делаю вакцинацию. Чем дальше эта тема с вакцинацией идёт, тем сильнее я становлюсь противником этой вакцинации. Просто хочется как-то противодействовать этому. Не знаю. Я не сторонник всяких мировых заговоров. Я не считаю, что вируса не существует. Что вакцина она убивает. Что после вакцины все умрут. Это специально, чтобы вот этот золотой миллиард сохранить. Сейчас делают масоны, придумали это для того, чтобы количество людей на земле сократить и так далее. Нет, я в это всё не верю. Но в то же время, когда меня пытаются принудить к чему-то, у меня почему-то внутри сразу просыпается вот это вот очень сильное желание противостоять этому, противодействовать. Я не люблю, когда меня к чему-то принуждают. И это, наверное, особенность любого, как бы это фитра, да, как это на русском. Естество. Естество любого свободного человека. Противодействовать какой-то диктатуре, какому-то навязыванию, когда тебя к чему-то, принуждению. О, противодействие принуждению. Это естество любого свободного, свободолюбивого человека. И вот я, как человек свободный и свободолюбивый, я начинаю этому противодействовать. Мне не нравится, что меня принуждают, что меня лёгкой, такой мягкой силой, так скажем, меня загоняют, как вот стадо этих овец. Их видели, делают такой загон, и их вот так вот оттуда, отсюда, их подгоняют, подгоняют к тому, чтобы они в этот загон все пошли в итоге. И вот с нами делают то же самое. Путешествуешь, ага, давай, либо вакцина, либо тест. Куда-то идёшь, там, опять-таки, давай, либо то, либо то. Сейчас вот, значит, праздники будут, в праздники какие-то, каких, развлекательные центры, торговые центры и так далее будут, значит, вход в них будет только для вакцинированных. И вот эти вот вещи, они, это не Швеция, я сейчас про Швецию говорю, здесь-то, аль-хамдулина, очень, как бы, в этом плане всё хорошо, нет вообще никаких ограничений. Даже те ограничения, которые были, типа, там, в общественном транспорте, и к водителям, например, нельзя было подходить, то есть, билеты там у него пробивать нельзя было. То есть, сейчас даже их сняли, всё, здесь полный зелёный свет. Но вот в вопросах, там, путешествия и так далее, и в некоторых странах, вот, с темой торговых центров, там, праздников, я вижу, как они пытаются людей вот в этот загон, чтобы ты сам в итоге пошёл и сказал, да, мне уже надоело, я хочу жить проще, давайте мне вакцину. И это вызывает во мне вот это противодействие. Поэтому я не хочу, просто принципиально, из-за этого я не хочу вакцинироваться. Я считаю, что было бы правильно, если бы они сказали, чуваки, вот вакцина, если вакцинируетесь, то это хорошо, если не вакцинируетесь, оставлять мы вас не будем, никаких проблем. И если бы вот это был бы такой осознанный выбор самого человека, а не принуждение, тогда, может быть, я бы пошёл и сам вакцинировался. Но это не точно. Употребляет ли Кадыров спиртное? Как-то я видел в интернете, как он пьёт. Друзья, ну мы с ним за одним столом не сидели, не бухали, как говорится, я не знаю, конечно, я не ловил его за руку, чтобы он именно пил, но, если честно, это не тот вопрос, который, в принципе, волнует меня и вообще должен волновать нас. Лучше бы он там бухал, наркоманил, занимался бы чем угодно, но не совершал бы преступлений, это было бы лучше. Поэтому мы не должны копаться в этих вопросах, бухает он или нет. Да, есть какие-то там моменты, где мы его видели, там было застолье, но судмедэкспертизу, да, в его крови алкоголь мы никто не проверяли, поэтому я не знаю. Нет, эти вопросы меня не интересуют. Я вообще начинаю обращать внимание на подобные вещи, как личные какие-то грехи Кадырова, только тогда, когда он за подобное начинает кого-то там отрывать, унижать. Тогда как бы я говорю, эй, ты что такое говоришь, ты же сам вот тем же самым занимаешься, ты о чём? Если бы не вот эти вот его моменты, когда он пытается пристыдить людей за то, что они что-то там обычаи наши какие-то нарушают. Я бы вообще никогда не обращал внимания на эти его моменты, с его гулянки, там, с девушками, его сюсюканье, там, со своей семьёй, со своей женой, кормление с ложечки. Я бы никогда на эти вещи не обратил бы внимания. Пускай сходит с ума, как хочет. В будущем Джорджия собираешься посетить? Слушай, по поводу Джорджии, я бы хотел, конечно, очень хотел бы посетить Грузию, но я боюсь, что въезд не туда закрыт. Поэтому, ну, короче, сложно это будет, не знаю. Если у меня дойдут руки до этого, то как-нибудь через посольство Грузии, наверное, будем эти моменты пробивать. Но так я уверен, что если я сейчас просто сяду на рейс, прилечу в Тбилиси, то меня депортируют. Тумсо, как считаешь, если Кавказ станет независимым, смогут ли лингвисты придумать свой кавказский язык? А зачем? Почему у некоторых людей есть вот это вот непримиримое желание изобретать велосипед? Зачем это делать? Зачем нам нужен какой-то новый язык, какая-то новая письменность? К чему это все? Я не знаю, изучим тот же английский, арабский языки, русский мы и так знаем. Как вариант письма возьмем, но я не знаю, для себя я считаю, что для нас самый приемлемый это латиница, но не знаю. Опять-таки это решают лингвисты, когда ты говоришь. Специалисты сядут, вопрос продумают. Зачем нам что-то придумывать, если уже есть в этом мире? Просто возьми и используй. Пользуйся на здоровье. Киану Ризван. Чтобы легитимно стать модером, я воспользовался услугами одного юриста из Гамбурга. Сказал мне, для начала надо сбрить бороду и побрить ноги. Еще про ботокс что-то говорил. Все, все, все. Насчет ног это очень серьезный совет, рекомендация неплохая. Только я думаю, с этими рекомендациями явно модером не у меня ты станешь, брат. Это тебе надо, по-моему, на другой канал. Субтитры сделал DimaTorzok